Бывают времена, когда дела идут отлично, только непонятно куда. А вот при просмотре этого видео ваши дела точно пойдут куда надо. Ведь мы будем восхищаться легендарным голубоглазым самураем по имени Энди Хук, который остался в истории единоборств на века. Приветствую вас, идущие на кухню. С вами Федорович. Побыстрее подогревайте свои чебуреки, усаживайтесь перед ноутом и заряжайтесь мощью. Люди делятся на тех, на кого можно положиться и на кого нужно положить. А вот бойцы в ринге могут положиться только на себя. А ложить им приходится на всех хейтеров. 6 мая 1996 года. Samurai World K1 Grand Prix. Энди выходит на первый бой, как Элвис Пресли на свои концерты. То есть настолько же популярным и обожаемым фанами. Но в отличие от всяких шутов, Хук полностью собран и сосредоточен. Слава точно не вскружила ему голову. А я вам напомню, что регламент турниров K1 предполагал проведение всего чемпионата за один день. То есть для чемпионства нужно было провести три боя за вечер. В первом бою голубоглазому самураю противостоял Дуэйн Ван дер Мерве. Настоящий здоровяк с огромной силой, который был выше и больше. Но Хук уже привык к тому, что в супертяжелом весе противники зачастую выше и больше, чем он. Но это никогда не страшило самурая. На удивление всем, Энди принимает ближний бой и рубку. С которой выходит победителем. Великолепным левым крюком. Тем временем, также в первом бою на турнире, ужасно подобный бритоголовый Майк Бернардо, абсолютно без уважения и зазрения совести, отправил в третьем раунде в нокаут великого Питера Айерца, которому многие пророчили победу в турнире. Многие жалуются на свою внешность, но никто на мозги. А фаны легендарных японских турниров K-1 жаловались только на теплое пиво и дорогие хот-доги. Но никто не скучал, созерцая бой. Ведь в ринге рубились лучшие из лучших. В этот же вечер, в полуфинале, Энди скрестил свои голени с невероятно техничным маэстро лоу-киков, прославленным Эрнеста Хустом. Несмотря на то, что Энди снова проигрывал по габаритам сопернику, он не проигрывал ему духом и волей к победе. Фантастический первый раунд с множеством лоу-киков и отличными комбинациями. Квадратный шар — это куб, а хай-кик по ногам — это лоу-кик. И кому как не Эрнеста Хусту это знать? Во втором раунде зрители просто не успевали сербать свой пивас, так как динамика в ринге просто зашкаливал. Хуст великолепно комбинировал, заканчивая акцентированными лоу-киками. Ну а Хук в долгу не оставался и также пробивал лоу, но при этом пару раз жестко попал руками в голову. Азарт в игре сильнее страсти в любви, а жестокость в бою сильнее жестокости с плеткой. Третий раунд заставил фанов надрывать глотки от восторга. Оба тигра рубились как сумасшедшие, обмениваясь жестокими ударами по всем этажам. Энди был более активным и бил больше, но судьи решили, что такое зрелище прекращать нельзя. И присудив ничью, дали дополнительный раунд. Скорость мысли моих коллег научила меня терпению, как и скорость ударов соперников. А наши бойцы точно обладают и скоростными ударами, и характером, чтобы их терпеть. Экстра раунд точно не разочаровал ни судей, ни зрителей. Тигры продолжили выгрызать победу в чугунной броне, обмениваясь жесткими ударами и красивыми комбинациями. Как по мне, Энди был немного лучше и бил сильнее, особенно руками. Но для судей этого оказалось недостаточно, и они сделали невероятное. Присудили еще один экстра раунд. Наверное, такую зарубу прекращать не хотелось никому. Конечно, кроме бойцов. От второго экстра раунда и пятого в бою мало что можно было ожидать в плане динамики, ведь бойцы были полностью выжаты с таким-то темпом работы. Но когда в ринге две легенды, а ожидать красивый бой даже в пятом раунде можно, и зрители его дождались. Эта фантастика в конце концов прекратилась, и судьи вынесли свое справедливое решение, отдав победу Энди Хугу. Как говорится, встречают по одежке, а провожают тоже плохо. Именно так же плохо и встретил, и провел местного любимчика японца Мусаши во втором полуфинале Майк Бернардо, для которого этот бой оказался довольно простым. Умный знает, как выйти из любого трудного положения, а мудрый никогда в него не попадет. Но вот с бойцами немного другая история. Зная, что противник сильнее и больше, они все равно лезут в бой. Прямо как в нашем финале, который по накалу был жарче, чем 300 серий бразильского сериала. Итак, что же предстояло увидеть зрителям? С одной стороны Энди Хуг, который, несомненно, был отличным и великим бойцом. Но! Во-первых, он никогда не побеждал в турнирах Кейуан до этого. Во-вторых, в предыдущем бою, в этот же вечер он провел 5 тяжелейших раундов против мощного Эрнеста Хуста, не считая, что это было во втором бою. А значит, силенок у него осталось немного. И в-третьих, Майк Бернардо в прошлом уже дважды побеждал Энди, причем нокаутами. Но голубоглазый самураи потому-то и считается легендой, что, несмотря ни на что, он выходит и дерется насмерть. В первом раунде Хуг отлично двигался, не давая Майку возможности пробивать свои мощные удары, при этом постоянно контратакуя мощными лоу-киками, что дало свой результат. В начале второго раунда Энди продолжил свою предыдущую тактику. И уже через минуту жесткий лоу-кик заставил огромного Майка постелиться на канвасе и массажировать ляжку. А затем самурай нанес удар, которым восхищаются миллионы фанатов единоборств уже более 20 лет. Вот таким невероятным и фантастическим образом Энди Хуг завоевал пояс чемпиона Кей-1. Но что бы и где не праздновал Хуг, он всегда уважал своих соперников, за что его уважал весь мир боевых искусств. Занимательная штука еще и была в том, что через год эти два ящера Галапагосских островов снова встретились и снова Энди Хуг одержал победу. Но в этот раз судейским решением, таким образом отыгравшись за два свои поражения и восстановив паритет. Но сейчас 96-й и Энди совсем не думает о будущем, а наслаждается настоящим. Но в интервью после своей феерической победы в таком сложнейшем турнире он не рассказывает, как засунул всех за пояс и оставил в неудачниках, а выражает огромное уважение всем соперникам, которые оказали ему честь и сразились с ним в этом турнире лучших из лучших. Даже самый сильный дуб со временем усыхает, что уж говорить про людей, даже несмотря на их дубовый характер. Энди Хуг завершил свою карьеру в 2000 году, но, к сожалению, не по своей воле. Свой последний поединок он провел 7 июня 2000 года и одержал победу нокаутом. Но в последнее время самурая тревожило его самочувствие, и он обратился к доктору, который поставил ему диагноз лейкемия. Узнав об этом, Энди обратился к своим фанатам. Голубоглазый самурай умер 24 августа 2000 года, всего через 2 месяца после своего последнего боя. Но он наверняка никогда не умрет в сердцах любителей единоборств, особенно если мы будем напоминать о нем в таких видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, жмите колокольчик, становитесь спонсором канала и делитесь видео в соцсетях. А в комментах напишите, как относитесь к Энди Хугу. Благодарю за просмотр и настойчивости в тренировках. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok